Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 11 главы книги Деяний. Как мы помним, в предыдущей главе содержится рассказ о том, как апостол Петр ходил в дом к Корнилию Сотнику, Корнилию Центуриону, Язычнику, как он крестил и Корнилия, и всю его семью. И в 11 главе мы видим, что апостол Петр, вернувшись в Иерусалим, вынужден оправдываться в своем поступке. В том поступке, который, по мнению многих людей, которые знали апостолы Петра, это прежде всего христиане из иудеев, содержался какая-то неправильность, какой-то грех, а именно нарушение закона Моисеева. Апостолы Петра упрекали в том, что он ходил к людям необрезанным и ел с ними. Действительно, находясь в доме язычника, и это логично, апостол Петр мог нарушить заповедь о кашруте, о чистой и нечистой пище. Ну и, конечно, само то, что он проповедовал Слово Божие именно язычникам, вызывало некоторое удивление. Для нас сейчас это звучит как минимум странно, но для того времени мы видим, что это была очень серьезная проблема внутри христианской общины. Действительно, христиане из иудеев долгое время жили в предубеждении, что это еще очень большой вопрос, а открыто ли благовестие Евангелие язычникам? Не ограничено ли весть о спасении только благоизбранным израильским народам? И, как мы с вами помним, божественное видение вразумило апостола Петра, чтобы он шел и безбоязненно проповедовал Слово Божие язычникам, не боясь здесь погрежить против веры, но наоборот, исполняя повеление Иисуса Христа, который сказал «Идите и научите все народы, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостол Петр, оправдываясь, выстраивает определенную линию защиты. В качестве аргументов он приводит следующие моменты. Во-первых, он рассказывает то видение ангела, которое было Корнилию. То есть Корнилий не сам решил позвать Петра, но их встреча явилась результатом, в общем-то, периодных чудесных событий. Это первое доказательство правильности своего поступка. Второе доказательство, которое он приводит, это то видение, которое было ему. Как мы помним, видение о чистой и нечистой пище, которую апостолу Петру было предложено закладь и съесть. Это видение также описано в 10 главе книги Деяний, в предыдущей главе. Следующий аргумент заключается в том, что, как мы помним, Дух Святой сошел на семью Корнилия Центуриона еще до момента крещения, в то время, когда апостол Петр благовествовал им о Христе. И апостол Петр, аргументируя этот свой поступок, он приводит следующие слова, что именно в тот момент я вспомнил слова Господа Иисуса. Эти слова мы могли читать в первой главе книги Деяний. «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». И вот апостол Петр, приведя все эти аргументы, делает следующий вывод. «Итак, если Бог дал вот этим язычникам такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса, а кого он подразумевает под нами, апостолов и остальных христиан, то кто же я такой, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» И понятно, что подобного рода аргументация, она выглядит абсолютно бесспорно, и слушатели Петра, они, хотя и без некоторой нотки удивления и сомнений, но все-таки делают вывод. «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». То есть то, что сейчас для нас является нормой миссионерства, в то время еще вызывало определенные вопросы, даже к таким авторитетным людям, как апостол Петр. Из этой ситуации мы можем сделать и для себя очень важные выводы, а именно, что таинство сошествия Духа Святого, оно не ограничилось кругом апостолов. Апостол Петр абсолютно правильно ставит знак равенства между сошествием Духа Святого в день Пятидесятницы и личным получением этого дара в таинстве Духа, или, как мы сейчас его называем, в таинстве Миропомасания. Но в данном случае именно ради вразумления апостола Петра, а может быть даже скорее ради вразумления вот этих сомневающихся, Господь нарушил естественный порядок явления этих таинств. Сначала произошло сошествие Духа Святого на слушающих, а потом уже апостол Петр крестил их во имя Господа Иисуса Христа. Вот этот рассказ, вот эта апология апостола Петра продолжается у деписателя Луки в одиннадцатой главе следующим рассказом, а именно о зарождении христианства в городе Антиохии. Это стихи 19-26, одиннадцатой главы. Действительно, здесь это как нельзя более уместно, и, в общем-то, именно появление христианства в Антиохии, оно открывает широкие ворота для того, чтобы в христианство церковь вошли не только бывшие иудеи по вере, но и бывшие язычники. Что интересно в этом рассказе? Деписатель Лука вот с такой исторической точностью и скрупулезностью описывает появление христианства в городе Антиохии в виде нескольких этапов. Первый этап. После смерти архидиакона Стефана христиане, которые бежали от этих первых гонений, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Итак, первая волна появления христианства в Антиохии это проповедь тех христиан, которые бежали из Иерусалима вследствие гонений, возникших сразу после мученической кончины архидиакона Стефана. И придя в Антиохию, они проповедовали христианскую веру только иудеям, то есть заходя в синагоги, именно оттуда начиная свою проповедь. Это первый этап. Второй этап. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, то есть христиане с Кипра и киринеи, или киринайки, это территория Северной Африки, которые, придя в Антиохию, говорили эллином, благовествую Господа Иисуса Христа. То есть вот именно эти христиане с Кипра и киринеи, которые, очевидно, принадлежали к иудеям диаспоры, и, приняв христианство, они проповедовали его в Антиохии и в первый раз проповедовали его именно эллином, то есть грекам, не иудеям, соответственно, язычникам. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратились ко Господу». Это второй этап. Третий этап проповеди христианства в Антиохии, проповеди и утверждения там христианства, связан с именами двух апостолов. Во-первых, апостол Варнавы, который отправляется туда для того, чтобы укрепить новь созданную христианскую антиохийскую общину, и затем Варнава, понимая, что одному ему это сделать очень трудно, он идет в город Тарс, где, как мы помним, с момента бегства из Иерусалима живет апостол Павел. И вот придя в Тарс, он берет оттуда апостола Павла, они вместе приходят в Антиохию и продолжают там дело проповеди христианской веры. И в 26 стихе 11 главы содержится очень интересное для нас историческое свидетельство, что именно в Антиохии ученики в первый раз стали называться христианами. А как же они назывались до этого? Самое распространенное наименование христиан в Новом Завете это термин ученики. Есть, встречаются такие самоназвания христиан, как святые, но мы должны здесь понимать, что имеется в виду, что христиане святы, может быть, не по своему настоящему состоянию, а по своему призванию. Святые, избранные, званные. Вот ряд слов, которыми очень часто в Новом Завете обозначаются именно христиане. Следующий эпизод 11 главы это стихи 27-30 «Предсказание голода». В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И вот один из этих пророков по имени Агав, о котором, кстати, мы будем читать еще в последующих главах книги Деяний, «Он предсказал духом, что по всей вселенной будет великий город, который и был при Кесаре Клавдии». Вот интересно, мы уже из этих строк можем видеть, что, скорее всего, деписатель Лука пишет эти слова уже после того, как это предсказание исполнилось. Недаром он добавляет, что Агав предсказал, но потом этот голод и произошел при Кесаре Клавдии. И мы видим здесь, как бы, воочию какие-то детали уже не сколько священного пествования, а того процесса, как создавалась эта книга вот этого исторического и духовного творчества апостола Луки. Что означают слова «по всей вселенной будет голод»? Вселенной в то время называлась территория Римской империи, поэтому слово «вселенная» это специальный термин для обозначения римского государства в то время. Интересно и то, что наряду с упоминанием о голоде при императоре Клавдии в книге «Деяний» мы с вами видим параллельные исторические свидетельства об этом голоде. Они встречаются у иудейского историка Иосифа Флавия, который не был христианином. Он упоминает о том, что при императоре Клавдии, то есть это сороковые годы первого столетия, при императоре Клавдии был голод в Иудее, в частности, в Иерусалиме. Он рассказывает о том, как Адиабенская царица Елена помогала Иерусалимлянам пережить этот голод. Но здесь возникает вопрос. Если пророк Агаф говорит о голоде по всей территории империи, то не входит ли это указание в противоречие с указаниями Иосифа Флавия, который описывает голод при императоре Клавдии как локальное явление, которое было расписано только в Иудее. Но, тем не менее, другие исторические свидетельства таких историков, как Корнелий Тацет, Гай Светоний Транквилл, Дион Кассий, говорят нам о том, что, в принципе, все правление Клавдии было ознаменовано большим количеством засухи и неурожаев. что к концу 40-х, начало 50-х годов этот голод достиг Рима, что даже император Клавдий, который выходил к народу для разбора тех или иных тяжеб, чуть не был рассерзан толпой, которая была недовольна тем, что в Риме заканчивалось продовольствие. И все исторические свидетельства касательно голода при пиратре Клавдии говорят нам следующее, что действительно его правление было ознаменовано чередой и различными вспышками голода в разных частях империи. Конечно, деписатель Лука, Иосиф Лавий и историки Корнелий Тацет, Гай Свитоний, они указывают на разные годы правления Клавдия, как на голодные годы. Но мы должны понимать, что в большой империи голод не наступает сразу и везде. Начинается он, и как это и было при императоре Клавдии, за засухи и неурожаях в Египте. А Египет был в то время житницей и поставщиком хлеба для всей Римской империи, и в частности для Рима. Поэтому голод не возникает сразу и везде. Он возникает сначала как локальное явление, и потом по нарастающей распространяется по всей территории империи. Более того, что и разные классы общества в разное время ощущают этот голод. Бедные слои ощущают его раньше, богатые, зажиточные люди, они узнают о голоде и начинают чувствовать на себе значительно позже, благодаря тем материальным средствам, которые они обладают. Поэтому в целом картина, представленная Деписателем Лукой, она абсолютно соответствует исторической реальности и ничуть ей не противоречит. Так вот, как реагируют на этот голод христиане? Христиане города Антиохии собирают пожертвования, каждый по своему достатку, для братьев, живущих в Иудее. И отправляют Савла и Варнаву вот с этими пожертвованиями в Иудею для того, чтобы помочь тем христианам, которые там терпят голод. И вот эту взаимопомощь, о которой мы могли слышать и во второй главе книги Деяний, и в четвертой главе книги Деяний, и сейчас в одиннадцатой главе, эта взаимопомощь была естественным состоянием жизни христианской церкви того времени. Мы подобного рода явления встретим еще не один раз в книге Деяний, в двадцать первой главе. В книге Деяний будет рассказываться о том, как апостол Павел с пожертвованиями и помощью для иерусалимских христиан вернулся из своего путешествия по Греции и Малой Азии. Поэтому здесь мы видим, очень интересно для нас переплетения очень важных фактов истории ранней церкви. Мы видим те проблемы, богословские проблемы, мировоззренческие проблемы, которые возникали в первохристианской общине. Мы видим историческое описание, поэтапное описание развития христианства в разных регионах, регионах тогдашнего мира. И видим с вами удивительное пересечение событий священной истории и светской истории, которые очень интересно взаимодополняют друг друга и состоят для нас, в общем-то, впечатления не только книги богодухновенной, но и исторически точной. И где-то не очень важные факторы, а только глубин, и т.е. в общем-то, Продолжение следует...